Тренинг-семинар Школы социального развития прошел в молодежном центре «Этаж» в станице Северской. Руководитель Краевой общественной организации «Российский союз молодежи» Виктор Баранов рассказал участникам о истории своего личного развития в сфере социального проектирования, о значимых реализованных проектах и о способах получения грантовой поддержки для воплощения в жизнь задумок и идей. На семинаре присутствовали специалисты по работе с молодежью, представители общественных организаций и активная молодежь района. О том, кто может помочь молодым людям реализовать свои идеи, рассказала начальник управления по молодежной политике администрации муниципального образования «Северский район» Наталья Швецова. Если молодые люди имеют действительно какие-то инициативы, но по той или иной причине они еще о ней не заявили, конечно же, нужно срочно обращаться в управление молодежной политики. Потому что мы уже много лет очень хорошо знаем, как помочь молодому человеку в реализации его инициативы. И это в первую очередь не только связано с социальным проектированием, но мы имеем практику именно реализации молодежных инициатив. Будь то проведение каких-то частных мероприятий, межшкольных, межпоселенческих, в любом направлении, мы можем в принципе помочь молодому человеку. Но также мы можем помочь ему в том, чтобы он заявил о себе также и на уровне всей страны через участие в грантовых конкурсах. Поможем, научим, подскажем, как реализовать себя, реализовать свой потенциал. Главное быть смелым, не бояться заявлять о себе, о своих идеях, инициативах. И, конечно, в первую очередь, хотеть быть полезным обществу, молодежи, да всему населению нашего района в первую очередь. Хотеть делать его лучше и иметь вот ту самую мысль, как это сделать. А вместе мы уже можем сделать много. Сегодня, благодаря грантовой поддержке региональных и федеральных фондов, возможностей для реализации инновационных социальных проектов довольно много. Набирает популярность и работа на краудфандинговых площадках, платформах для сбора средств путем добровольных пожертвований людей, заинтересованных в тех или иных проектных разработках. Решение актуальных для общества проблем – одна из главных задач инновационных социальных проектов. Креативный подход и смелость в реализации собственных идей на благо общества – вот двигатель современного социального проектирования. Проблема очистки источных вод в системе жилищно-коммунального хозяйства остается чуть ли не самой актуальной. Жители Станицы Северской уже несколько лет пытаются добиться переноса очистных сооружений подальше от населенных пунктов. Причина проста – невыносимый запах, проходящий чуть ли не по всей станице. Прокуратура района, в связи с частыми обращениями граждан на Станицы Северской, была проведена проверка, в том числе по поручению прокуратуры края, о исполнении требований санитарно-эпилогического благополучия и природоохранного законодательства при эксплуатации очистных сооружений, расположенных в Станице Северской. Информация, распространяющаяся в средствах массовой информации о якобы участившихся авариях на очистных сооружениях, могу пояснить следующее, что в рамках проведенной проверки было установлено, что действительно в 2017 году на территории Северского района произошла 151 авария. Но данные аварии связаны не с работой очистных сооружений, а неспосредственно с коммунальным хозяйством Северского района. Ну, например, такие нарушения, такие аварии, как засор очистных, засор ериков, аварии на КНС. В настоящее время все нарушения были устранены, работы в данном направлении продолжаются. Вопрос надлежащей работы очистных сооружений находятся на контроле прокуратуры района. Вопросы очистных сооружений регулярно поднимаются на совещаниях, проводимых при администрации района, при администрации поселения. Строительство новых очистных сооружений требует значительного финансирования. Это порядка 200 миллионов рублей. Таких средств ни в местном, ни в районном бюджетах нет. Поэтому для поддержания качественной работоспособности сооружений с соответствующими службами систематически выполняется ряд мероприятий. На данный момент администрация Северского сельского поселения ведет переговоры с компанией по проектированию улучшения очистки стоков. Проблема очистных уже в Северской очень долгое время. Это, наверное, лет 10, как начали делать проектную документацию. Потом проектная документация, в общем-то, не прошла экспертизу. Потом приостановилась эта вся работа. Справедливые были нарекания станичников. Дело сдвинулось с мертвой точки. Значит, с нами мы нашли фирму «Аватарна» российская, которая приезжала сюда. Это было на той неделе. Они приехали сюда, специалисты в количестве 4-х человек, сфотографировали, посмотрели очистные. В принципе, они сказали, что очистные, в общем-то, работают довольно нормально. Аэротенки нормально работают. Они отремонтированы полностью. Был капитальный ремонт сделан. Но они, конечно, устарели по самой сути. Они построены в 79-м году примерно. Они предложили сделать доработку этих очистных. Реализация столь нужного для станицы Северской проекта по улучшению очистки стоков зависит от оперативности и сроков согласования со всеми территориальными контролирующими организациями. В минувшие выходные в спортивном клубе «ВИТО» в рамках спартакиады городских и сельских поселений Северского района состоялись лично командные соревнования по гиревому спорту. Участие в турнире приняли сильнейшие гиревики района из шести команд. Настоящую силу и характер в таком тяжелом виде спорта проявили представительницы прекрасного пола. В личном женском первенстве победителем стала Вероника Звягинцева из поселка Ильский. На втором месте Александра Кунгурцева из поселка Афибский и Бронзо у Ларисы Пачник из станицы Северской. В личном мужском первенстве первое и второе места между собой распределили мастера по гиревому спорту Сергей Пилюшенко и Евгений Теревань. А Бронза в руках у победителя спартакиады трудящихся 2017 года Ивана Крикуна из поселка Ильский. Я занимаюсь спортом со второго класса, начиная от волейбола, футбола. И вот после уже совершеннолетия перешел в тяжелую атлетику, грубо говоря, штанга, гири. Все время в спорте. Как бы здоровый образ жизни. Это самое главное. В командном зачете третье место заняла команда Афибского городского поселения. На вторую ступень пьедесталов стала команда Северского сельского поселения. А золото заслуженно досталось команде Ильского городского поселения. Афибского городского поселения. Говорит и показывает атаман. Погода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова